Как передать движение и скорость в неподвижной живописи? Александру Лобасу это всегда удавалось. Точный ритм хода поезда он создает, смело разрезая поперек вагон. Мы решили, что ее надо смотреть издалека, потому что Лобасу вообще лучше издалека смотреть. И вот этот его прием, когда он оставляет белый незакрашенный холст и контур размытый, они четкие как раз и создает такое вот ощущение, больше даже не визуальное, сколько внутреннее вот этого движения. Из Третьяковской галереи в Нижний Новгород привезли полотно Яблонской «Всем известное утро». Словно на фотографии, Татьяна запечатлела раннюю зарядку дочери. Картина написана в 50-е годы. Этот период вообще особенно изменил течение живописи. Она становится менее постановочной, живой. На волне обновления 50-х годов, на волне оттепель, он пишет очень много подобных вещей, где присутствует окно, которое несет в себе ту же смысловую нагрузку. Это не просто открытое окно, это окно, взгляд в будущее. И то же самое здесь, как мы видим, строительство новых домов, строительство нового города. Окно это принадлежит известному художнику 20-го века Юрию Пименову. Рядом еще окно Александра Дейнека. Картину для этой выставки буквально сняли с другой экспозиции. Замечательная работа Александра Дейнеки, это графика, называется она «Рассельмаша». Она у нас висит в постоянной экспозиции на первом этаже специально для этой выставки. Мы как бы оторвали ее от сердца. Живопись не внешне, а изнутри, отражающая, меняющуюся на глазах жизнь. Только такие полотна объединили в экспозицию окна в Россию. Это масштабная передвижная выставка. Нижний Новгород – третий город на пути шедевров. Пять работ из Третьяковки, 43 из Московского института русского реалистического искусства. Из города в город картины меняются. Оказывается, им нужно отдыхать. Она экспонируется в чужих залах, с немножко другим климатом. Хотя музейный климат должен быть примерно везде одинаковый, но тем не менее она переносит упаковку, перевозку, путешествие в другой музей, упаковку обратно. И мы ее помещаем в фонд, ее снова осматривают в реставратор, принимают решение, может она ли ехать дальше, либо ей нужно полежать в горизонтальном положении, либо в вертикальном положении. Естественно, они хранятся в более приглушенном свете, в хранилище. А вот этот портрет артистки балета Усовой, художника Евгения Фролова. Его называют нижегородским голландцем. Шедевр нашего земляка хранился в Москве и вот теперь вернулся на родину. Правда, только на время. Мы сейчас набрали очень хороший опыт для того, чтобы приглашать к себе крупнейшие музеи нашей страны. Мы видим, как огромное количество наших нижегородцев приходит в музей, поэтому такие мероприятия надо организовывать масштабнее, дольше и давать возможность, например, как эта выставка, она дает возможность бесплатного входа на протяжении практически месяца.